В эфире 31 канала экстренный выпуск информбюро. Наши корреспонденты продолжают работать в центре событий. В студии Наталья Раим. Еще раз добрый вечер. Антитеррористическая операция в Алматы завершена. Красный уровень угрозы снят. Об этом заявили в городском оперативном штабе по борьбе с терроризмом. Пресс-конференция прошла буквально несколько минут назад. Итоги сегодняшнего дня в нашем следующем сюжете. Свою серию преступлений 27-летний мужчина начал еще ночью. Напав на таксиста, он убил пассажирку, молодую женщину. Затем уже утром совершил налет на районное управление внутренних дел Алмалинского района, где из пистолета ранил постового, который потребовал у него документы. Завладев автоматом, он еще раз выстрелил в сторону дежурной части и в стоящих во дворе РУВД людей. В результате противоправных действий, совершенных вышеуказанным фигурантом, общей сложности пять человек погибло. Трое из них сотрудники полиции, двое гражданских лиц. В частности, это мужчина, который был неподалеку от здания УВД Алмалинского района и водитель автомашины, который попытался завладеть подозреваемым злоумышленником. Изначально предполагалось, что нападавших было двое, однако позже выяснилось, что второй мужчина был владельцем машины, которую остановил нападавший, когда направлялся к зданию ДКНБ. Последнему удалось скрыться, когда подозреваемый открыл огонь по патрульной машине. Потом преступник остановил еще одну машину, где сидел старший лейтенант пограничной службы. Вместе с ним он хотел доехать до улицы Абая, но тот оказал сопротивление. Уже подъехав к третьему адресу, мужчина снова вступил в перестрелку с полицейскими, после чего и был обезврежен. Указанные факты зарегистрированы в едином реестре досудебного расследования УВД Алмариинского района ДКНБ по городу Алматы. По следующим статьям, статьям 99, это убийство человека, статья 269, нападение на здание и сооружение, и статья 380, применение насилия в отношении представителей власти, все они регламентированы Уголовным кодексом Республики Казахстан. Сейчас нападавший находится под стражей и дает показания. В полиции не исключают, что у него имелись сообщники. Тем временем стало известно, что всем погибшим стражам порядка будет предоставлена компенсация в виде однодневной зарплаты от каждого сотрудника.